Жюри присяжных в суде города Фергюсон, штат Миссури, достигла вердикта по делу офицера полиции Даррена Уилсона, застрелившего безоружного молодого афроамериканца Майкла Брауна. Решение об оправдании или выдвижении обвинений против полицейского может быть оглашено в любую минуту. Пока что суд не спешит оглашать вердикт, предположительно в связи со взрывоопасной обстановкой в городе. Ожидается, что в случае оправдательного вердикта в Фергюсоне начнутся массовые акции протеста, к которым планируют присоединиться жители городов по всей стране. Ранее демонстранты в Фергюсоне обещали перевернуть город вверх дном, если вердикт им не понравится. Губернатор штата Миссури Джейн Никсон объявил чрезвычайное положение и вывел на улицы Национальную гвардию для охраны ключевых объектов. Полиции удалось договориться с некоторыми организованными группами о соблюдении определенных правил поведения, надеясь, что демонстрации будут носить мирный характер. Но никто не может точно предсказать, что произойдет после оглашения вердикта. Белый дом уже распространил сообщение о том, что президент Барак Обама призвал демонстрантов сохранить спокойствие вне зависимости от приговора. Напомню, что три месяца назад офицер полиции Даррен Уилсон убил 18-летнего Майкла Брауна. По словам адвокатов семьи Брауна, юноша намеревался сдаться, когда офицер его застрелил. Сторонники офицера Уилсона утверждают, что он стрелял в целях самозащиты. Какая из версий соответствует действительности, сегодня уже решили 12 присяжных, но еще раз повторю их вердикт, судить или не судить полицейского пока не разглашается.